Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 452. Событие дня. Иоанна 5.44. А славы, которую день единого Бога, не ищете? Не ищете? За 9 марта, на самом деле. За 9? Да. Вчера была 9, а за 10. Почему так получается? Вроде бы смотрю. И тогда, если тут не переимену, значит и здесь надо тройку поставить. Видимо, все-таки 3 тогда. Так. Вот здесь есть такой ролик. Канонические нормы высказывания святых отцов о волосах, о бороде. Вот просто посмотрите. Я вначале даю объявление. Вы другим-то говорите, что у нас утром молятся-то. Приглашайте людей. Молиться не знают как. Так. Считай. По скайпу можете выходить на меня 4.00 Москвы до 16.00. Теперь о молитве где сказано. Вот это на нашем форуме, а вот на нашем сайте. Страница 12. А вот запрет на фотосъемки, когда люди делают вопреки законно. Снимать можно везде, кроме там где-то военных объектов. Прослушайте. Вот я сейчас прокручу вот это. Посмотрите, какие ролики на эту тему. Я их выбрал специально. Вот так. Ну и вот это прослушайте Ливан Васадзе. Второй Иерусалим. И пишет Юрий Соболев вчера. Благодарю, Игнатий Тихонович, за материал. А я как раз смотрю ваш новый ролик на канале. Да и увы, везде почти одна ситуация. Нет общины. Некуда, кроме храма, пойти православному человеку. Но путь один. Истинно, вы сказали, начать работать, начать свидетельствовать. Собираться вокруг Слова Божия. Ну иногда пишут, говорят, я хожу в храм, уже перестал ходить. Все, торговля, торговля, священник проповеди никакой не говорит. Я не хочу ходить. Я говорю, забейся в уголок и молись. Расположись к священнику. Начинайте, ну выйди на улицу, ты не убегай. Два человека будут, даже с женой начинают заниматься. А как? Третий том открытым оком на нашем сайте. И там тема такая и есть. Пособие для изучающих Евангелие от Марка. Начинай по этому пособию. Готовое. Удивительно цельный, глубокий, назидательный ролик. Как беседовать с сектантами, чтобы поняли, что они еретики от Дофана. За 4.03.2016 года. В этом мы беседуем с Сергеем Парализованным во славу Божию Козловым. Я впервые расслышал, хотя вроде не два-три ролика ваших видел. Вопрос еретика Матери Господним. А ведь истина так. Да и вообще, дивный духовный ролик, коллекцию его всем православным и еретикам. Смотрели семьей, трудно оторваться. Да благословит Бог вас и Сергея. Вы оба в моей молитве. Храни Господь. Видишь как. Владимир Галендухин. Мир вам, Игнатий Тихонович. Прошу ваших святых молитв. Великий пост начался с испытаний. На своих занятиях у младших школьников я подарил двум крещеным детям православный молитвослов и, возможно, Евангелие. Поскольку, будучи крещены, они не знали абсолютно ничего о православной вере. И, конечно, сказал им много назидательных слов о жизни во Христе. И через некоторое время эти дети перестали ходить на занятия. Я удивился. Почему? Но были догадки. И сейчас я узнаю, что их родители написали жалобу в прокуратуру, что я распространяю религиозную литературу. И даже баптистскую, как мне сообщил от директора школы, где мы арендуем помещение. Сейчас управление образования нашего города выселяет нас по приказу прокуратуры. Но прокуратуру меня еще не вызывали, и их сотрудники у нас не были с проверкой. Но я благодарю Бога за все и не унываю. Вспоминаю в эти минуты вас, Игнатий Тихонович. Помолитесь с братьями за меня и моих учеников. Спаси Христос. Да благословит вас Господь Владимир. Мы уже молимся. Да сохранит Господь. В этой жизни нам все содействует как благу, как апостол говорит. Я показываю после этого ресурсы на наши, какие у нас есть. Но главное, это я люблю. Самый любимый у меня это мой мир. В моем мире сегодня какие проповеди выставил за ночь. Ну то есть снял замки, ставят другие. Вот тут я в шапке. Есть еще кто желает. Заглядите, Игнатий Лапкин. В мой мир зайдите. Очень сильная система. Раньше можно было 2-3 щелчка сделать, и 10 тысяч человек получали 5 тысяч знаков. Проповедь настоящая. Или 12 фотографий одновременно. Никаких ограничений не было. Сейчас все урезали. Но все равно хороший. Там есть еще у меня ролик, это сказать, страница в моем мире, я с голубем стою. Туда не пишите, это контрольный. Вот на этот пишите. Тут есть даже вот моя почта к истине. Два собачка mail.ru. Второй очень большой. Это у нас есть ресурс. Православный форум. Вот он перед вами. 1600 тем. Очень и очень большой. Богатый. Вот. И наш православный видеоканал. Канал большой очень. Сколько у нас просмотров? 5 миллионов 598 тысяч 939. Есть и подписчиков уже. 6428. Вот. Так нам есть что показать. Ежедневно я выставляю 6 роликов примерно. Богатый у нас материал. Пожалуйста. И во свете Библии сайт. Это самый тяжеловесный большой сайт. 50 книг только аудио. Вот о чем я сейчас говорил. О том, как считать. Стихи надо. Вот здесь. Звух и видео. Материал огромнейший. Притом, ниоткуда там взят и наш. И подобного материала нет в мировой сети. Нигде. Но в этом во всем. Самое ценное, я считаю, это 4124 ответа по темам. И вот сейчас они на 55 папок разбиты. Я никогда не думал, что сумею из своих книг вопросы по папкам разнести. Меня многие спрашивали. Писали. Вы бы сделали как-то вот, чтобы по темам было. Я хочу узнать о крещении. Ну а где искать? В какой книге-то? Я говорю, я умру, тогда кто-то займется. Но получилось так, что Начал сам делать. И самому опять пришлось 33 тома. А том 752 страницы. Заново промолотить. И потом самому начать оцифровывать. Потому что Ну это необходимо было. Я говорю о вопросах и ответах. И вот сейчас у нас Вопрос идет. Вот снизу пошли мы. Старое брящество. Это 50-я тема. Так теперь я убираю это. И теперь начинаем вопросы и ответы, которые меня задают. Вот старое брящество. Я отберу вопрос и сразу ее вскрываю, уже заранее подготовленный. Считай. Вопрос 2657. 12-й том открытым оком. Как прошли ваши первые полгода В качестве главы русской Старообрядческой церкви? Ты можешь это вот Стоишь перед митрополитом Адрианом Как прошли это Это же вопрос. А вот он узнает А как прошли ваши первые полгода В качестве главы? Ну заинтересованности никакой. Я говорю, вот как я сижу Повернись так, чтобы Твои слова туда шли дальше Слышно было. Вот так вот. Адольвена, считай. Ты перед митрополитом И считаешь как будто бы Ну никак. Ответ. Жатвы много, а делателей мало. Эти слова спасителя Можно применить К сегодняшнему состоянию В нашей церкви. Это говорит митрополит Адриан Старообрядческий Белокринской иерархии. Поэтому главное внимание Приходится уделять Поиску, подготовке И рукоположению достойных людей. Кроме того, приходится Решать широкий круг вопросов Как частного, так и епархиального И регионального И даже международного значения. Очень много приходится Ездить по епархиям, приходам Знакомиться с обстановкой На местах. Признаюсь, что ощущаю На себе пристальное внимание Христиан и некоторые части Российской общественности. Старообрядцы ожидают от меня Конкретных решений Перемен к лучшему. Люди внешне хотят понять Способно ли старообрячество Сыграть позитивную роль В жизни современного общества И способно ли оно Возродиться. Эти ожидания Придают сил, побуждают К действиям и, конечно, Налагают большую ответственность. Правда, каких-то Достигнутых За полгода О результатах Говорить пока слишком рано. Да и не мне Подводить такие итоги. Меня когда спрашивали Об нем Об этом человеке Адриане, митрополите Я, он, конечно, Необычный Среди старообрядцев Идет на контакт. Я говорю Его или убьют Или что-то будет Долго он не пробудет. И правда Несколько месяцев прошло И он умер. Самый молодой был. Почему неизвестно В крестном ходе был И приступ Или что-то так говорят. Я вот это говорю Для того, чтобы Я комментирую Их выступления. Итак, Игнатий Лапкин Каких достойных По каким признакам Андриан Пи ищет Претендентов На поповскую должность? По тем ли критериям Как и апостол Павел Или по остребреческой шкале? Нетрудно догадаться Найдет ли последователь Евангельской веры Или не найдет Филиппийцам 1, 27 Только живите достойно Благовестования Христова Чтобы мне приду ли я И увижу вас Или не приду Услышать о вас Что вы Стоите в одном духе Подвязаясь Единодушно За веру евангельскую Вот если вы это Татане поставили Чтобы Кто знает веру евангельскую? 2 Тимофея 2, 15 Старайся Представить себя Богу достойным Делателем Неукоризненным Верно преподающим Слово истины Иеремия 23, 28 Пророк, который Видел сон Пусть И рассказывает Его как сон О которого Мое слово Тот пусть Говорит Слово Мое Верно Что общего Уменькины С чистым зерном Говорит Господь 1 Тимофея 5, 22 Рук ни на кого Не возлагай Поспешно И не делайся Участником В чужих грехах Храни себя Чистым Чтобы найти Достойных Кандидатов Нужно начать Их готовить И только через И только года Через три Будут первые плоды А пока Плакай Что до такого Крайне Бестинного Положения Довели Истинное Старобрячество Дышащее Наладан 350 лет Сегодня Это образование Больше похоже На мертвое Море Или болото Куда не попадает Живая евангельская Струя Уже 350 лет А вернее 1500 лет Иезекииль 37 3 И сказал мне Сын человеческий А живут ли кости си Я сказал Господи Боже Ты знаешь это Солом 118 50 Это утешение В бедствии моем Что слово Твое Оживляет меня Стих Казалось Что все Сказано Пропета До донышка Исчерпан Мой ресурс Начитана Последняя Кассета Восхвален На компакт Диски Мой Иисус Но утром На молитве Ощущаю В сосуде Вновь На донышке Водиться Обед готовлю Закипает чайник Желающих Прошу за стол Садиться С благословением Прилавляем слово Шуршат страницы Шелестит бумага Что беден я Конечно же Условно 12 коробов Томов Из-под знамения Взмаха Такое чудо Уже 40 лет Не из-за Чертвелой Краюшки Разделяю Нам главное Идти бы точно Вслед За Иисусом По своей делянке Сад Бодонический Воскликнет Побывавший Здесь Нечервивое Сектантское Гнилье Непруд Заплесневелый То есть Патриарший Привратник Жаждущим Такое же Нальет Наш водоем Перемешивали Тесто Пекли Целебное В 12 Томах Тогда еще 12 томов Было открытым оком Дом хлеба Вифлеем Где Егова В купальне Что ни день Вода Вскипает Где Послушание Справа Там Удачно Ловят До Сытости Едят Не С Иноческой Пайкой Вот видите Это Как бы Стихотворение Я считаю У меня Такие Легкие Стихи Идут 3467 Стихотворений Черновики Сохранились И ни одной Помарки Нету Просто Насчистую Всегда Писались Я сравнил И много Пайтов Начитывал Только с Бальмонтом Константином Дмитриевичем У него Легкие Такие Стихи Были Ну Там Конечно Божественного Не было А тут Я стараюсь По слову Божию Все Как Бог Даст Никакой Я не Поэт Тут Об этом Говорить Не надо Я Называю Это Проповедь В стихах Вот Дальше Следующий Вопрос 2648 12 Том Открытым Оком Что Вы Могли Пожелать Русским Патриотам Читателям Газеты Завтра Коммунистическая Газета Ответ Это Отвечает Адриан Патриотическое Чувство Очень важно Иметь Каждому Человеку Любить Свою Родину Независимо От ее Недостатков Болезней Дефектов Следует Так же Как свою Мать Которой Прощается Все Но Любовь Должна Подтверждаться Делами Желание Сделать Лучше Конкретными Инициативами А потребность Что-то Исправить Принципиальной Активной Позиции А самое Главное Необходимо Определиться С приоритетами Предпочесть Духовное Вечное Временному Суетному Материальному Ну и Конечно Желаю Всем читателям Газеты Глубокого Непредвзятого Изучения Истории Которая Поможет Понять Жизнь Глубже И Использовать Опыт Наших Отцов В устроении Собственного Бытия И благополучия Общей Родины Святой Православной Руси Завтра Должно Стать Лучше Чем Вчера Там Проханов Александр Командует Вот так Он ответил Метрополит Старообрядческий Белокринецкой Иерархии Я на это Даю комментарии Так Игнатий Лапкин Пишет Это ответ Советского Намелклатурщика Почему Не сказать бы Им о Христе О скором Его Пришествии Чтобы Сотрудники Редакции Примирились С Еговой Через Жертву Христову Марка День 15 Исполнилось Время И приблизилось Царствие Божие Покайтесь И веруйте В Евангелие 2 Коинфина 5.20 Итак Мы Посланники От имени Христова И как бы Сам Бог Увещевая Через нас От имени Христова Просим Примиритесь С Богом Сейчас много Роликов Выставляю Как ходят В камеру В камеру Там Выходит Преступник Вот Заходит Новичок Который Первый раз Приходит Или вор В законе И показывает Как принимает Их Там Пора 60 Прямо Сразу же Показывает А он Развенчанный Вор В законе Там Видно Весь Наколотый Но я Был Я говорю Я ничего Этого Не знал Тогда же Не было Интернета Я Мог Передать Свой Опыт Но перед Этим Я Насчитал Архипелаг ГУЛАГ Ну там Шаламова Что-то Знал Других Но И мог Сравнить С чем-то Я Вхожу Только Камеру За мной Закрыли Я У дверей Стою Там Ну с собой Дали Там Что там Матрас Что дается Я Сразу Широко Перекрестился Мир Дому Сему А там Человек 70 Камеры Дымина Стоит Замерло Все Подходит Один А кто Вы будете Христианин Звать Так-то А какая Статья Я Говорю 190 Прим 190 А что Милиционера Убил Я Говорю Нет Это 190 А 190 Прим Это Другая А Какая Я Объясняю Против Советской Власти Вот Это Да Так А где Вы Хотели Тут Я Говорю Где Воздух Чистый Есть Он Меня Ведет Там Где Окно Идет Через Дешетку Не Видать Воздух Поступает Так Он Подошел Ну-ка Отсюда Того Сразу Смел Убрал Постоял Маленько Так Наверху Тоже Тоже Уходи Отсюда Идите Там На полу Спите Так Батя Занимай Место Вот Как Входить В камеру Там Начинается Драка Он Начинает Разбрасывать И тут же Его Выводят Он Ляжет Спать Ему Ложки Другой Другие Ноги Рот Забили Ему Грязной Тряпкой Половой Сапогом Его Наворачивай Ты Ты Что Ему Сказал На Меня Ну Давай У него Все Нашли У него Ворован Я Теперь Стою Плачу Отпустите Его Вот Какая Обстановка Меняется Два Часа Никто Не Курит В рот Не Берет С Восьми До Десяти Звучит Проповедь Как Входить В камеру Это Целые Уроки Идут В интернете Но Моего Там Нету Я Могу Это Все Показать Как Входить В камеру Надо Составить Ролик Будет Давай Паштальон Безмолвный Говорун Хромоногим Лучшая Подпорка Жду Его Сегодня Поутру Сморчились Распахнутые Шторки Сморчились Распахнутые Шторки Вот Возьми Какие Выражения Также Ждал Посыльных Первый Век От Апостолов Их Писем И Посланий Хлеб Голодным Помощь Для Коллег Замерзающим Евангельское Пламя Так И Вижу Суки Паштальона Тайные Рыбацкие Рассказы Входит В комнату Размашисто Поклоны Свитки Расургучивают Сразу Затаив Дыхание На Поворотах Просят Заново Письмо Перечитать Вмиг На Ксероксе От Корки Словно Искры Множатся Послания Тайно Переправлены Знакомым Вертолетом Пешими Отслами Слово Божию Нет Уз Все Это Помнят Кто бы Ты Не был Ты Ученик Христа Ты И Письмоносцем Будь Исерным Донеси В темничные Места Весь Благую До Живых И Мертвых Как Прекрасны Ноги Что Несут Слово Иеговы Толкование Приближение Возмездие И суд Возвещается Апостолам И нами Ноги Благовестников Прекрасны Трундру Прошагали И пустыню Проповедь Идет Не как По маслу Главное Чтоб Сердцем Не остыли Сумки Благо Наше Компакт Диски Библия Начитана С усердием Слушает Ответ С поклоном Низким Почтальон Спасет Нас От смерти Спасает Почтальон Спасает Нас От смерти Ну тут Ошибочка Спасает Нас От смерти Вот такой Ответ Дает Адриан И такой Комментарий На него Следующий Так Это У нас Да Вопрос 2647 12 Том Открытый МОК Какова Была Ваша Позиция Какова Принципиальная Позиция Старобрядческой Церкви По Современному Политическому Процессу В России Считай Громче Чтобы Слышно Людям Было Адриан Митрополит Старобрядческий Отвечает Отвечает Безусловно Воля Божия Так или Иначе Проявляется И в политических Выборах Вся Всякая Душа На Главным Наши Прихожане Едины И они Не станут Голосовать За воинствующих Без Где Атеистов За прямых Безвожников Я не понял Еще потерял За тех Политиков Кому Безразлично Судьба России Свобода Выбора Предусмотренная Современным Законодательством Это историческая Победа Нашего Общества Мы Старобрядцы И вообще Все верующие Люди Многим Обязаны Этой Свободе Не стоит Об этом Забывать Но С другой Стороны Важно Чтобы Свобода Не превращалась Во Вседозволенность Которая Чревата Большими Духовными Потерями К сожалению Мы Видим И как Можем Боремся С этим Игнатий Лапкин Пишет История Показала Что если Нет Твердой Веры Нет Фундамента Евангельского То люди Пойдут Куда Угодно И будут Голосовать За кого Угодно Деяние 22 22 До этого Слово Слушали Его А за Сим Подняли Крик Говоря Истреби От земли Такого Ибо Ему Не должно Жить То есть Адриан Ответил Очень хорошо Свобода То другое А Христе Это опять Нету Ничего Власть Тякая От Бога Этот стих Все безбожники Уполномоченные По религиозным культам Наизусть знали Что власть Это допущено Не Божье благословение Она имеет Людоедская власть Антивласть И надо об этом Сказать Его спрашивать Нужно было сказать Что Голосовать Не голосовать Могут выбрать Только тогда Правильно Когда знают Писание Когда родятся Свыше И слова об этом нету Как решат Так и решат Нам безразлично За кого голосуют Это подыгрывание Властям Третье царство 16.22 И одержал Вверх народ Который За Амврия Над народом Который за Фамния Сына Гонафова И умер Фамни И воцарился Амврий То есть вот Голосование было Это все было Судей 9.16 Итак Смотрите Поистине Ли И по правде Ли вы Поступили Поставив Авимелеха Царем И хорошо Ли вы Поступили С Иераваалом И домом Его И сообразно Ли с его Благодеянием Поступили Ли вы То есть убили Детей его Голосуют За коммунистов Который убил Царя Княжон Великих Цесаревича Алексея Идут за них Голосовать Почему сейчас Во всем мире Против России Потому что Натворили Такие Нечеловеческие Сатанинские Дела Республики Там Кубу Везде Все слали Везде Все смуты Революции Делали Везде А теперь Против этих Оранжевых Революций Почему Это вам подражает Вы это посеяли Захватывали Захватывали Эти Пока не подавились И все эти Польша И Финляндия Это все было В Российской Империи Все рухнуло Ничего нет А какая должна быть Власть Библия разве говорит Говорит Вы Выберите время Сейчас Когда закончим Говорить Откройте первую книгу Маковейская Запомните Восьмая глава Прочитайте Вот как надо Руководить Если они не верят В Бога Вот тогда бы Весь мир был За этих А не как Америка Сильная Америка сейчас Везде давит Америке тоже Конец придет Я был Около На башне Торгового центра Которые два Свалили в Америке Как говорят Террористы На самом деле Они сами Свалили Ну мы спустились Оттуда А рядом Пальмы там растут Подошел Полицейский При всем обмундировании Ну я Там был Две недели уже Маленько Восстановил Английский свой И договорились с ним Он А можно с вами Сфотографироваться А я в сапогах Ну какой есть Такой и есть А там такой же был Мы сфотографировались И он мне говорит Россия поднимется А Америка Все хуже и хуже будет Я его не тянул за язык Притом Это мне говорили В Америке Когда ездил Не один раз Совершенно Первый раз Видящие меня люди Вот как И далее Так далее Сказками На спичкались Пеленок Держали в мире Призраков И леших Эксперимент Творят над подчиненными То оболваненных Действительно утешит Кто Потом Принявший Истину Христову Стал по иному Сказки понимать Желание пленных Вдруг разорвать оковы Водой живой Мертвых поднимать Из золушки В красавиц Несказанных Чудесно превращаются Их личики И нет нигде Ни строчки Из писания И даже мертвые Никто Христа Не ищет А он Всесильный Чудо-богатырь Связавший Сатану Клевретов Адских Пленяет пленных Водворяет мир Живой водой Слово Вводит в Пасху То есть сказках Там живой водой Плеснут Теперь я понимаю Все по-другому Я словом Божьим Мифы расшифрую Сдеру покров С давно известных Сказок Творят чудесные Христа Иисуса руки И скинут Большевистские Миазмы За 3-9 Марии Не надо домогаться Пустых желаний Тьма сказочная Там Где не обрящешь Библии Пересты неверия Просты крестовым Удлянем Мы все участники Событий неземных Свершившихся Не с кем-то Лично с нами Царю царем И дочери Сыны Любовь Голговский крест Его любовь Над нами Вот так Повторяю Первая Маковейская Восьмая глава Просчитайте Не пожалеете Вот так Правители Пускай бы в Думе Просчитали Как надо поступать И тогда бы за Россию Ну другие бы Желали Чтобы быть С Россией Так кому она нужна Такая Голодоморы устраивает Войны Мятежи Сметения Везде все лезло Лезло Пока не лопнуло Вопрос 2643 12-й том Открытым оком Есть ли среди Сегодняшних Старобрядцев Бизнесмены А среди Ваших благотворителей Не старобрядцы Ответ Таких примеров Очень много Вообще У меня такое ощущение Что люди устали От лицемерия Лжи Гонки За выгодой И бескорыстной Помощи Находят Отдушину Некоторые делают Это вспоминая О своем Старобрядческом Происхождении Другие ощущают Духовную тягу К простой И чистой Вере Многие потом Приходят в церковь Становятся Нашими прихожанами Но часто Условием Такой помощи Если она идет От чистого сердца Является Анонимность Правильно Приводить Конкретные Примеры Или это может Повредить Человеческой Душе Если Если Конечно Сказали Неоднократно Если Это может Приводить Игнатий Лапкин Говорит Я комментирую Теперь ответ Митрополита Адриана Старобрядческого Религия Обряда И старых корней Ни слова И нигде Не встретишь Чтобы люди Стремились К евангельской вере Важно Чтобы согласился Быть Как они Чтобы была Хотя бы борода Чистого сердца Как обрящешь Там Где нет Живого Христа Ефесянам 4.13 Доколе Все Придем Единство Веры И познание Сына Божия В мужа Совершенного В меру Полного Возраста Христова Ефесянам 11.24 26 Верой Моисей Придя Возраст Отказался Называться Сыном Дочери Фараоновой И лучше Захотел Страдать Народом Божиим Нежели Иметь Временное Греховное Наслаждение И поношение Христова Почел Большим Для себя Богатством Нежели Дальше Приема Жду В приемной Мне Откажут Безбожные Помощники Судьи Позор Презрение К людям Их замажет Расплата Ждет Всех Черствых Впереди А верующую В обстановке Тяжкой Не возроптал С молитвой В моготу Не слышен Ропа Тех Кто в коридоре Страждет Не рай Желает им А быть в аду Судьям Желает Метется Очередь Сметает Предыдущих Вскипает Злод Правителям Злосчастным Здесь Безысходность Нависают Тучи Безделье Всех Заглатывает Пастью Ничего не делают Целые дни Сидят И люди Нервничают Кропленые Тузы Короли Без очереди За высокой За высокой Пайкой Златоискатели За истины Пришли В прихожей Мнут Их За скорузной Пяткой Смотри За высокой Пайкой Как она Высокая Большая Пайка И тут Что Высокие Пасхи Пихут Цыгане Высокие Это То есть Тоже Дармовое Ворованное Бессовестная Власть Руководит Принятием Грабительских Законов Клан Мафиози Во главе Бандит Ночь Проблудивший Восседает Сонный То есть Сидят Сонни Их Льют Носами Я сам Это Видел А мне Очень Не нравится Когда полусонный Считают Здесь А что Его Бурлящая Толпа Ограбленная Так Демократично Он Выполняет В грабеже Свой План Ждет Жадно Взятку Подхалима Вышит Что Говорить Язык Переводить Глаза Мозолит Извергом Пузатым Они Еще Не знают Мой вердикт С какой Статьей Пришел Я их Сосватать Вот Представь Себе Прочитай Еще С выражением Что Говорить Язык Переводить Глаза Мозолит Извергом Пузатым Они Еще Не знают Мой вердикт С какой Статьей Пришел Я их Сосватать Украденное времени мне вернете, попросите принять от вас даянье. Моя обязанность стриж озверевших ногти. Иной закон достать в Священное Писание. Мучительство сатрапов окаянных, да и сил мы и егова одолеть. Не извелюжить мысль, а донести бы прямо. Не знаю, ждут меня они уже сто лет. Сто лет, то есть меня ждут, пока я рожусь, когда приду и пока их обречу. Вот такое у меня мнение было и так выразилось. Я называю это проповедь в стихах. Дальше. Вопрос 2650. 12-й том открытым оком. Сопоставимы ли гонения, которым подвергались старообрядцы в советское время, с теми, которые претерпела РПЦ? О чем она когда-то молчала? А теперь не упускают случаи напомнить, завоевывая себе все больше привилегий. То есть вначале говорит, уж как православная церковь, патриаршая Лебезила, со властью была лояльное отношение, и выступает священник. Игнатий стремится разрушить лояльное отношение с властью. То есть они меня топили, как могли. А теперь власть тоталитарная, свободы не было. Патриарх Алексей Второй выступает. А они нас считали за людей второго сорта, дали с этого друга. Заговорили вдруг. Лицемерие одно. У них и морального права нет поносить советскую власть. Актвет. По понятным причинам у нас нет полной статистики. Это говорит Адриан Старообрядческий, митрополит. Но достаточно сказать, что если в 1924-1928 годах в нашей церкви было 30 епископов, то в предвоенные годы осталось только 3, из которых лишь один на себе не испытал, что такое сталинские лагеря. Богоморческие власти не только гнали и казнили верных, но и искали в церкви малодушных. Сказать, что вербовка совсем не коснулась нашей церкви, нельзя. В частности, в 1985 году в самом начале служения моего брата-отца Геннадия ему предлагалось некое негласное сотрудничество. Он отказался, а кто-то, возможно, и уступал. Но, пожалуй, нет, пожалуй, будет уместнее говорить о духовной стойкости. Вспоминается один из завоенных епископов, уральский владыка Сергий Кулагин. Сохранилась его фотография, сделанная в сталинском лагере в 1936 году. Он весь в каких-то лохмотьях в драном полушубке. На обратной стороне фотографии чьей-то рукой сделана надпись «Остался непродажным». И он такой был не один. Варварские гонения привели к огромным потерям. Вспоминаю из опись конфискованного имущества храма города Казани. Она содержала десятки пудов серебра, иконные клады, лампады. Все колокола, самый большой, из которых имел диаметры более двух метров, пошли на переплавку. Царские врата исчезли бесследно. К счастью, сохранились иконы из резного деревянного иконостаса. Сначала они пребывали в молитвенном доме. Часть сохранил музей и потом любезно вернул. Часть икон уехала в Ижевск. Ответ какой отвечает? Или Ижевск. Отвечает то, что есть. И как понимает? Он не лицемерит. Он именно так и понимает. Мы это должны знать. Именно он выражает все старое обрядчество. О чем он говорит? Какой вопрос задан-то? Да предатели-то, сексотов, плодили поколение в поколение. Почему русским-то нигде не верят сегодня-то? Есть основания такое не верить. Даже сказать страшно, что было, когда всю историю-то поднимешь-то. К этому шли. Чтобы все презирали. Голосуют сейчас там где-то в ЕС, чтобы дать там Украине чего-то больше, чтобы только русских топили. И все соглашаются, там четыре несогласных. Мы сами это выяснили. Вот это почему не говорят сегодня? Дальше. Игнатий Лапкин ответ. Комментарий. Ответ не по вопросу дает Андриан. Но и в его ответе открытым текстом сказано о богатстве церкви. Чего и быть бы не должно. И не было бы жертв за изъятие церковных ценностей. Зачем эти пуды серебра-то у него там оказались? Неевангельский путь повлек на евангельские страдания. Неевангельские страдания. Неевангельские страдания. Патриархия же просто умалчивала о жертвах, но яростно отрицала гонения при советской власти. И отрицать начала особенно с митрополита Сергия. Изначалялся о том и митрополист Сталинский Николай Ярушевич. Где они ныне? И у него книга вышла его проповеди «Бейте фашистскую сволочь, гоните ее!» Это проповеди такие у него были. У меня книга была его. И совсем уж по бессовестному ныне патриарши, архиереи и священники так жгут вчерашних своих сотрудников и сотоварищей. Коммунистов столько кричат о жертвах, которыми же и были оплеваны некогда. Матфея 23, 29, Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшайте памятники праведников и говорите «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же миру отцов ваших змии, порождения ехидины. Как убежите вы от осуждения в гиену?» Третий царств 13,30 «И положил тело его в своей гробнице и плакал по нем. Увы, брат мой, патриаршие служители сегодня себя считают чуть ли не прямыми наследниками всех умученных коммунистами и людоедами. Сами же по духу лютые враги истины и евангельской проповеди». Были истинно православные христиане, хихотовцы, не принявшие декларацию, священники какие были, епископы, всех выдавали. За нами здесь охотились списки, которые приходили к нам на дом ко мне, занимались. Священник отец Николай Войтович Благочинный тоже передал милицию полномоченному, а там уже я узнаю вот как дело-то обстояло. Так, так кто же есть удерживающий ныне, не позволяющий антихристу открыться? Что есть, чего не будет и в помине, когда контроль всеобщий на слова и мысли. Одни толкуют про царя в отставке, про монархический уют и доброту, при нем, мол, пасть заткнут масонским шавком, об этом и попы кричат в бреду. Начнем по-малому, конкретно с одного, что удержать могло экстаз при драке, могли дать оплеуху, пнуть ногой, но удержался тонышей во мраке. Что удержало при семейной ссоре, себя не порешить, не заколоть жену, опять же, совесть, пусть не первым сортом, но голос Божий давит на мою вину. Строй государственный и принятый закон, монарх святой, наталитарный деспот, противовес в другой стране, где плачет стон, Иосифу Сталину, и Сталину, а Гитлеру водой гробиться тесно. Антихрист же один для всех народов, для континентов всех и всех колен. Противодействий нет еврейскому уроду, он совесть Конституции забрал себе в полон. Дух Божий будет взят от жизненной среды. Свобода мысли, слова берутся под контроль. Без трех шестерок смерть не выдадут еды. На лбу и на деснице предсказанный пароль. Пророков только два, им звери обличать, их трупы будут брошены на обозрение всех. Нарывы, как проказа, оконтурят печать, оконтурят печать. И на престоле изверки, кому питание грех. Бессовестность, анархия, лукавый терроризм, раскрепощенные мастят дорогу зверю. Нас Бог предупредил с евангельских страниц, что скоро будет взят дарующий нам веру. Кто такой взятый из среды и удерживающий? Ну так понял, Дух Святой. Да, конечно. А то придумали царь-батюшка. Кого он может удержать? Священник или кто-то, никто сатану удержать? Вопрос 2685 в 12-й том открытым окон. А при части вас отличается от господствующей церкви? Какой вопрос задает интересный? Это Адриану, митрополиту старообрядческому, белокринитской иерархии, задает вопрос. Ответ праскомидии у нас решается на 7 прасвирах, а у них на 5. Никон, заменяя древние новым, стремился все подобить современным ему грекам, но не успел он сделать обряд идентичным, как греки пришли к служению на одном хлебе, но с 5 печатами. Так что теперь новобрядческая церковь так и осталась и не по-старому, и не с греками. Там все время меняют, надо все время было делать революцию. Греки-то согласились, а русский другой характер, не пошли на это. Игнатий Лапкин говорит, Андриану мышленно или по неведению держат людей во тьме, когда не говорит им, что не то, что у них, не то, что у новобрядцев, не по Евангелию, Христос давал раздельно хлеб и вино, а не вместе смешанное и не ложечкой, а в руки. И не поп определял, кому быть участником трапезы, но каждый сам себя определял, стоит ли ему быть участником вечерей, причащаться. Лука 22, 19, 20 И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание. Так же и чашу после вечера, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. 1 Коринфянам 11, 23, 32 Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, взблагодарив, преломил и сказал, приимите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание. Так же в чашу и чашу после вечера и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господне возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сие или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. А того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Говорят, ну а почему сейчас так? Какой ответ? Да и он златоусы бил так, чтобы теперь ложечкой вместе смешанной было, а колдуны не взяли. А колдуны и так уносят, все берут. А как? Вернуть на место, как Господь сказал отдельно. Разрешали в руки брать. Златоус еще говорит проповедь. Зачем приносите золотые сосуды? Рука почти не золотого сосуда. Они запасные дары имели. Как и вдохи ее арестовали, у нее причастие выпало. Вот так. И еще. Вопрос 2691. 12-й том открытым оком. Старого обряда тогда держалось большинство народа. Раскольниками считались как раз сторонники нового обряда. Почему же теперь старообрядцы в меньшинстве? Этот вопрос задают митрополиту Адриану старообрядческому. Он отвечает. Ответ. Хотя главным исполнителем реформы считает Никона, но за ним стоял царь, который продолжал ее и после ссылки Никона. Именно государство проводило активную притеснительную политику. Позже царевна Софья издала известные своей жестокостью 12 статей, по которым даже того, кто в старом обряде раскается, полагалось причастить и казнить смертью без всякого милосердия. Если в каком-то доме укрывали старообрядца, то улеченного хозяина били батагами, ссылали имущество распродавали, детей устраивали по казенным местам, так что православных людей просто физически истребили. Это все правильно говорит. Комментарий Игнатия Лапкина. Возглавители борьбы за чистоту веры были одинаковы в вопросах научения. Авакум просто не получил власти, но готов был воспользоваться теми же самыми методами, что и ником. Перепластать всех никоньян, пропороть попу пузо, 2 Тимофея 2.25, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, Карфагенский собор правила 77, о кротком обращении с донатистами, подознании и исследовании всего после церковной поспешенствовать могущего по мановению и внушению Духа Божия мы избрали за лучшее поступать свыше упомянутыми людьми кротко и мирно, хотя небеспокойным своим разномыслием и весьма удаляется от единства тела Господня, таким образом по возможности нашей Доса делается совершенно известным для всех по всем афонским областям, африканским областям, уловленных их обращением и приязнью, каким жалостным заблуждением они себя связали, может быть тогда, как мы скротостью собираем разномыслящих по слову апостола, даст им Бог покаяние в разум истины и возникнут от дьявольской сети, быв уловлены от него свою волю вторая тема это они говорят, а дальше я привожу последний результат Деяние 28, 23, 24 И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу и он утра до вечера излагал им ущения о царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверение их о Иисусе Удостоверяя их Удостоверяя их о Иисусе и закона Моисеева и пророков Они убеждались словами Его, а другие не верили Я поправляю тебя почему? Потому что я точно так же слежу за этим слепой и ошибки я тебе вижу Считай внимательно для Бога это делаешь Вопрос 2688 12 том открытым оком Еще с 19 века идет молва что Серафим Саровский был тайным старовером Вы его таковы признаете? Этот вопрос задают митрополиту Адриану Старобряческому Белокринецкой Иерархии Ответ Он отвечает Серафим на иконах часто изображает с листовкой С листовкой Лестовкой Это революционер идет с листовкой С листовкой на самом деле Старобряческими четками Лестовкой Это конечно требует объяснения но никакого внятного доказательства объяснения нет А Серафиме передают много противоречивых сведений Например будто за двуперстие братья его побило и выгнало из монастыря С другой стороны известны его очень критические высказывания старообрядцев Где тут правда где ложь Вроде и жил он в незапамятные времена но сведения передаваемые о нем вызывают много сомнений то есть придумывают это современник Пушкина и ни одного слова о Пушкина о нем нигде никто не пишет вообще его не знали это искусственно ни одна биография так не раздута вот допустим мы считаем житие Павла и Петра по страницам конкретно ну 18 26 страниц ну больше то нету Серафим Саровский 51 страница ну то есть мифотворчеством занимаются нашли его мощи какие мощи ничего там не было нашли там какие то кости по надрухавникам нашли ну все обмануто для нас так его фигура убедительной не является хотя нам всегда его приводят как символ истинности новобрядческой церкви вот есть у нас Серафим Саровский а если вы и Серафиму не верите то во что вы тогда вообще верите как будто до него не было ни апостолов ни древних русских светильников веры комментарии Инатия Лапкина чудный ответ Андриана но на него то меньше всего старобрядцы обратят внимание да этот ответ митрополиту нужно по несколько раз ставить каждому ответу Андриана как будто не было как будто до него не было апостолов 2 Фессалоникийцам 3.9 чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам 1 Коринфянам 4.16 очень высоко ценю ответ Андриана правильный ответ посему умоляю вас подражайте мне как я Христу 1 Коринфянам 11.1 будьте подражателями мне как я Христу видите как и вот Серафим Серафим там сказал где вот стяжи дух мирный спасутся тысячи да говорил если я говорил то это ничего не значит он сам говорит когда дух святой от меня отступал я ошибался где спаслись молчи дух мирный спасутся тысячи а Давыд говорит я мирный но только заговорю а не к войне где тысячи у него спаслись тысячи может ни одного не спаслось приходили люди но это не означает что они спаслись это разные вещи так следующее с листовкой вопрос 2663 12 том открытым оком какой совет вы можете дать православному христианину как жить по вере в современном светском апостасийном мире митрополит и отвечает старобряшевский Адриан жить по вере значит достичь одной из величайших вершин человеческого духа это путь подвижников ходить по путям Божьим пред лицом его чему же еще может стремиться христианин веру нам дал сам Бог чтобы мы могли служить ему служение Бога это главное предназначение человека в мире исполнять его всегда было непросто а по мере приближения к концу света становиться и все труднее труднее что тут я могу посоветовать надо настроить себя на необходимость этой трудной работы жить постоянно соизмеряя свои поступки с требованием христианского учения с голосом церкви не общаться с людьми избалованными развращенными помня слова псалмопевца Давида блажен муж ижи 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 на совет нечестивых даже тут одну фразу привести и сразу мигом все ноги стали язык заплетаться по-русски это почему блаженый человек который не ходит на совет нечестивых не идет не иде и постараться полюбив бога полюбить и ближнего для тех кто живет в мире это особенно важная заповедь возлюби ближнего своего как самого себя эта заповедь приравнена спасителем к первой возлюби господа бога твоего комментарий Игнатия Лапкина ответ правильный но он так и будет лишь звуком пока человеку не дали в руки руководство жизни слово его святое вечное библию и не говорит об этом лишь потому что авторитет библии старобрячестве никакой не будет же каждый человек бегать к Андриану и спрашивать по какому конкретному случае по каждому конкретному случае что делать как поступить отвечать я спросил старобряца с Новосибирска библией не занимайтесь как у нас библия есть а где ну кому надо посчитает ну а где ее возьмет а у нас в подвале она там есть когда отца службы 6 часов и он пойдет в подвал и там ему выносить то нельзя библию он там сядет и будет читать ну смех же один а у нас служба бывает 12 часов праздник был 12 часов он пойдет в подвал искать библию где-то да еще кто-то ее выдает оттого туда оттого туда надо затащить салом совет нечестивых и не стоит и не стоит на пути грешных и не сидит собрание развратителей но в законе господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь и будет он как дерево посаженное при потоках вод которое приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет и во всем что он не делает успеет Еремея 17.8 ибо он будет как дерево посаженное при водах и пускающее корни свою потока не знает оно когда приходит зной листь его зелен и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод другими словами кто на самой говорит дальше дальше на проповедь каждую ночь ухожу конечно во сне наяву проповедовал днем на море на суше объекты себе нахожу и тащит противник к расстрелу к молчанию гнет повыплакал слез невместит и сосуд стараясь суметь убедить бестолковых что скоро расплата вплотную приблизился суд предстать на ответ перед богом моим иеговой стучал сапогами не раз в скандинавии и в африке сеял конечно же только во сне учил дикарей и чернила двуперстное знамение знамение да знамение за нецеломудрие кожи чугунной краснеть теперь наши книги ушли в антарктиду в германии радость от них в аргентине уже наяву их терзает наносит обиду признали их значит по росту по чину я говорю то что есть в моих книге разошлись так далеко на сайте следы как по первой пороше в ненастную зиму о птах и зверюшек голодных десант наших книг к ним в кормушку заброшен стал лобным читателем зрелищем лобным ну просчитай как с выражением ну неужели ты не чувствуешь здесь сколько написано да много там что написано ну да читай на сайте следы как по первой пороше в ненастную зиму о птах и зверюшек голодных десант наших книг к ним в кормушку заброшен стал лобным читателем зрелищем лобным мой лоб стал зрелищем лобным там казнят судят меня вспываются сны где украсят их ночью кресты мой крест благовестие с трудом на чужих языках что тут голоса нет с рыбаками на льди не простыл и ниже лжи распускался торсы у них без рубах торсы у них без рубах торсы у них без рубах тело торсы не рано вставать тороплюсь по снопам молотить спешу все места из писания им указать учу их Иисуса всем сердцем любить уверовав страшно вернуться им будет назад Моя расторопность не раз выручала когда в переплет попадал к дикарям будильник звенит у постели ночного причала я в полночь спущу здесь свои якоря ни разу во сне в монастырь к дикарям не прорвусь в царство теней безобразно далеких от жизни стучит у ворот к ним две тысячи лет Иисус но инок без слова не к Богу к Игумену близкие так измушился бедный мой не писал ну давай еще еще одно слово вопрос вопрос 2687 двенадцатый том от литым окон Владыка что вы можете сказать о самосожжениях которыми прославились кавычках старобрядцы прошлых веков это к метрополиту Олимпию задается или архиепископ он был только в белокринской иерархии Олимпия говорит после никоновских реформ государством были развернуты страшные гонения на старобрядцев так в 1685 году в правление царевной Софхи были изданы 12 статей о раскольниках один из самых жестоких законов российской истории там был например такой пункт даже если некоторые особо опасные кавычках старобрядцы присоединяются к господствующей церкви исповедуются и примут причастие от официального исхвященника то все равно надо их казнить смертью без всякого милосердия причем казнить через сожжение так в России была введена практика западной инквизиции естественно это было царство это было зависит от этого зверства люди бежали в лица за границу были и самосожжения выбор то ведь небольшой или тебя сожгут или ты сам себя сожжешь но только в первом случае перед сожжением могут пытками вырвать отречения от старой веры так лучше уж умереть в вере чем предателем по смерти то отвечать пред богом многие поныне считают это тупым фанатизмом но знаете ли например вы что в 1721 году был указ синода которым совершенно спокойно в каждой российской епархии церковной области водились епархиальные инквизиторы а над ними еще и протоинквизиторы сегодня об этом говорит только Солженицын и мы весьма ему благодарны он не старообрядец но к нам относится с большой симпатией вообще написал немало правды церковном расколе и старообрячестве комментарий Игнатия Лапкина нельзя дать лучшего от себе свидетельства что ты не евангельский христианин чем этот ответ Олимпия самоубийство так и считают правым актом Матфея 15-14 оставьте их они слепые вас жди слепых а если слепой ведет слепого то оба упадут в яму Галатам 5-21 ненависть убийство пьянство бесчинство и тому подобное предваряй вас как и прежде предварял что поступающий так царствие Божие не наследует 2 цар 17-23 и увидел Ахитофил что не исполнен совет его и оседлал осла и собрался и пошел в дом свой в город свой и сделал завещание дома своему и удавился и умер то есть самоубийство осуждается дальше самосожженц это последователи Ахитофила врага своей жизни потому что его сценарию стали развиваться события все Игнать Иванович все что все уже да ну все на этом сегодня так я хочу узнать включи-ка там побольше узнать кто тут один или два человека так а ну-ка откликнитесь кто нас слушает кто есть остался до конца с нами звук есть? есть